Пролетарии всех стран, соединяйтесь именем Перуна. Приветствую вас, уважаемые зрители и слушатели на нашем канале. Мы с тобой одной крови, как говорится. Ты и я. Уважаемый пролетариат. Сегодня учиться у капиталистов. Рассмотрим одного из, так сказать, видимых представителей финансового капитала, который себя позиционирует как исследователь. Это действительно так есть. Инваймар-монталист и так далее. Многие на него как-то так агрятся, кричат, что он там антихрист, сатанист и так далее. Я вообще не понимаю, почему вы кричите, почему вы это все делаете. Человек вам говорит весьма интересные замечания. И как раз таки по поводу Дэвида, Дэ Ротшильда, который обременен задачей, так сказать, вернее не задачей, а проблемой того, что наша планета Земля, скажем так, себя чувствует очень плохо из-за давления одноразовых товаров, в основах которых пластик, и идет бесконечная эксплуатация ресурсов ее в частных интересах различных монополий, которые гонятся в бесконечной, ну, за прибылью и уничтожают нашу матушку Землю, кстати, вместе с нами. Итак, давайте послушаем одно из его видосиков. Это live conversation between David Mayer, Dirtchild, and Batrand Picard. Здесь очень интересный момент сказан. And how are you doing? Hello, David. Hey, good to hear you, my friend. Здесь идут приветствия, и все в этом духе. Ссылка закреплена, можете посмотреть по поводу этого всего. Вот они здесь говорят интересные вещи о другом. Это одно из видео, где Дэвид Дэ Ротшильд говорит, что наша планета – это наш большой космический корабль. We're all born to explore. Мы все рождены, чтобы исследовать. Но вот система образования, она как раз-таки нас тоже, да, действительно учит. Не трогай этого, не задавай вопросы про это и так далее. Вот тоже говорят, надень шапку, а то застудишься. Или еще что-нибудь такое. И потом ребенок застудится, хотя он бегает себе, который не знает, что если он не наденет шапку, он не застудится. И все с ним хорошо. А вот тот, кому сказала, мол, день, блин, заболеешь. Мы должны быть более curiousом, не только о том, как жить вместе с другими 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 другими, но мы должны быть более curiousом об этом красивом системе, что это натуральная. 4.5 миллиона лет за ремида. Это для этого деликатый, finely balanced, красивый, красивый мастер-супор машин, что это спешит, Эрт. Вот он говорит очень правильно, что должна быть сбалансированная система, которая обеспечивает нас различной жизнеобеспечением под названием наша планета Земля. И эту фразу о том, что SpaceShipEarth сказал в 1963 году, за пять лет до миссии Аполлона. Ну, это полет на Луну. Природа должна быть партнером-человеком, это действительно так. А сейчас бесконечные гонки за прибылью и за всяким бредом, например, электромобилями. Кстати, тут тоже начинаются такие моменты, что представитель того, кого мы разбираем, насколько я слышал, поддерживает электромобили, не поддерживает. Ну, там всякие вот эти непонятные моменты, вот эти Теслы. А вы задались себе вопросом, сколько требуется времени и какова цена утилизации отходов от автомобилей Тесла? Нет, не задумывались? Ну, задумайтесь, поищите информацию в интернете, вы будете очень интересно удивлены. Посмотрите сами уже более детально. Такое ощущение, что нам говорит. Наша политразборка – это только начало нашего великого путешествия, нашего с вами, да? Ну, так как Дэвид Де Ротшильд – это представитель финансового капитала, ну, сама семья Ротшильда, знаменитая банкирская семья, естественно, он не может говорить вам впрямую, например, то, что нужно построить, как он сказал, «коммуниал сушайте», да? «коммуниал сушайте». Тогда есть возможность. Но если мы become self-interested, если мы become nationalized, если мы become sort of, you know, closed down again и поставим, you know, our self-interest first, our profit first, or, you know, we've seen that happening already in Europe, I hate to say it, but with the distribution of the jabs and various other things, if we start to kind of creep back into those old habits, then those habits will be the unlocking of what we see as a corporate, you know, as a communal society, which is what we need, if we're going to survive. Также в одном из видео, вот, я закреплены вот эти видосики у нас под каналом, который мы просматривали, он говорит, что многие люди впадают в какую-то конспирологию под названием «they». «Who is the they?» «Кто это такие они?» Вот начинается говориться, вы тоже наверняка слышали, «они хотят уничтожить весь мир, они хотят всех чипировать, они…» «Кто такие они?» Вот он говорит, ну что вы с ума сходите, мы тоже говорим иногда слово «они», но на нашем канале, и мы употребляем слово «они» мировая капиталистическая закулиса, он же финансовый капитал. Они же монополии, они же корпорации, которые преследуют одну цель – заставить вас потреблять как можно чаще, как можно больше ненужных товаров. Всё! Это главная суть капитализма, это есть всё превращение в товар, это уничтожение человеческой субъективности. So we're really good at labelling things, Главная цель капитализма, это главная его проблема, то что она уничтожает все вокруг, превращая все в товар, и планету Земля тоже в товар, и никто не спрашивает про планету Земля как товар, что она не хочет, хочешь ты быть товаром или не хочешь, не важно, его в институте обучили буржуазные учителя буржуазному мышлению, родился у тебя новый какой-то капиталист в мире, не стал каким-то новым ну воришем, который создает какую-то очередную корпорацию, которая будет заниматься какой-то очередной фигней, и грубо говоря бандитизмом, и уничтожать нашу планету Земля, далее тоже есть хороший момент, он говорит в одном из видео, что вот есть ватиканский там престол, есть земля там святого, ну это господня, да и все такое, а почему нету у нас места, которое будет поклонение нашей природе, поклонение нашей земли, на которой мы летим в этом бесконечном пространстве сварги причистой, ну сварги причистой это я уже дополняю, почему такого нету, а давайте создадим религию, как тот же Дэвид Ротшидт говорит о природе, я вот я все целоза, только создавать ничего не надо, это называется диалектический материализм, диалектический метод исторического материализма, который показывает как раз таки, что диалектично тебе выгодно сотрудничать с природой, а не уничтожать ее, при том, что вся наша взаимоотношение с природой, это есть борьба с ней, это же есть наше гармоничное существование с ней, но борьба она может быть как и естественная, которая не носит характера уничтожения друг друга, когда связанное есть со связанным и не связанное есть с не связанным, то есть является истинной борьбой и есть борьба, которая является неестественной, когда человек начинает служить вещам, когда человек утрачивает свою человечность, когда он ставит свои частные личные интересы, либо интересы частных каких-то небольших малых групп выше интересов всего общества, он начинает становиться паразитом, высасывать из вас прибавочную стоимость и превращать все отношения человеческие в одноразовые товары. В одноразовых товарах у нас тоже есть уже шорцы, disponible goods, как тот же говорит Дэвид Дэротшильд. Что это возник феномен 60-70-х годов и собственно говоря сейчас самое ублюдское положение монополистического капитализма, империализма, его же клановым капитализмом называют на западе, оно ведет к полному исчезновению не только вида человек, но и остальных видов и уничтожению биоразнообразия. А как капиталисты действуют, как они, они капиталисты действуют, они стравливают народы между собой специально, черных с белыми, белых с черными, стараются перемешать эти все моменты. А зачем, кстати, водилось перемешание народов? Это когда вот эти все моменты там с метисами появления, это чтобы было притязание на вашу землю, потому что наша кровь, например, да, какого-то колониста, есть в вашем племени, а значит мы уже являемся как бы там по правомым моментам, связанных с правом, уже наследниками вашей земли, уважаемые, например, индейцы, да, давай все, забирай и туда давай забирайте эту землю, это предлог в первую очередь, в первую очередь материальный интерес, ему по барабану на то, что там могут возникнуть какие-то болезни новые, или еще чего-нибудь, или что, что-то непонятное, то есть не вполне устойчивый психический тип раз, либо физиологический тип раз может сформироваться, такое тоже есть, это очень долгая тема для исследования и требует очень сильной критики со стороны науки, ну а наука вся сейчас подчинена буржуазному принципу партийности, поэтому тут ты особо ничего сказать не можешь, поэтому внимательно слушайте Дэвида Дэротшильда, Мэйера, да, и он сейчас в последнее время не часто выступает, ну у него отец Эвелин Дэротшильд умер, и как-то я только одну запись видел его, где его, кстати, спросили тоже, а шо это они хотят создать там метавселенные, они хотят нас куда-то в виртуальный мир заслать, он такой сидит, типа сейчас не понимает, что говорит, а, все, я понял, о чем ты говоришь, ну он не обременен этим, как бы этим, он говорит, а это новый способ потребления, чтобы ты потреблял ежесуточно и ежеминутно, потому что в виртуальном мире тебе не надо есть, тебе не надо следить за своим телом, ты можешь создать кого ты хочешь. Zack-крика. using our natural systems differently than we did 100 years ago, we are completely augmented and now these motherfuckers want to put it in our heads right, and how many of you here heard about the metaverse you want to live there why on earth is that the thing I get it, I actually get it you want to go there I get it, I get it because it's like I don't have to sleep, I can be who I want to be I'm not judged I can be who the fuck I want to be and that's basically what we're all craving that simple, so it's playing into a very simple premise that we all want to be seen and so the thing that we're missing, we're not seeing is other species and the thing that we're not recognizing is that when we damage those other species, we're damaging ourselves but like, we all feel gross sometimes, we all feel happy sometimes but if I can be consistently happy, then I can create an identity that someone else can be like, oh that's cool so I get it, I get it because it's, why do we want to go to space same shit, we fuck up what we've got in front of us, and then we run away and we blame someone else, and we're just repeating that system, and so the metaverse is just another parallel place where I can be perfect, I don't have to go on a diet I don't have to sleep, I can look how I want to look I can hide, I can, you know what I mean and so, and it's, and what's sad about it is that the only end game for it, right is it's another tool in our consumption addiction, and that is the basis of why we've got to get to the root of these things, right, is that we're addicted to consuming we love it, I do, fuck, I get my phone out and I brought shit and it turns out my house now, I don't even know, I'm like, did I buy something from out, like, I got three boxes, how did that happen, what did I buy, right, it probably bought it for me and so, you know, like, we're so addicted to consuming, because it makes us feel good, because we're addicted to stuff and that's primal, it goes right back to being hunter-gatherers, it goes back to that thing of survival, right, it goes back to that primal need, if I have more, right, it's the same with what we do, it's like, we live in a greed-guilk culture. you stupid, you don't want to чтобы пролетариату как-то что-то свое втюхать качественное, а за то, чтобы победить пролетариат, чтобы навязать ему потребность, чтобы навязать ему потребление ненужной ему вещи, чтобы он стал слугой технологического прогресса и сдерживать этот технологический прогресс ради регресса. Почему? Потому что это монополия на власть, это монополия на осознание людей, что мы все пассажиры планеты Земля, что мы все здесь на родном доме находимся, этот дом надо беречь. И главное, что стоит у этих самых капиталистов, это ложная идеологема о поделении частного от общего, при одновременном противопоставлении частного общего. Создание различных формул спекулятивного капитала, спекулятивной экономики. Мы будем их на нашем канале разбирать как-нибудь, но не сильно ими будем увлекаться. Вот это вот закон стоимости, трудовой закон стоимости Маркса, да, вокруг все трудовой стоимости крутится по капиталу Маркса. Вот это вот все как-то, вот об этом тишина, об этом не принято говорить. И я вижу часто в том, что Дэвид Де Ротшиндон хочет уже сказать слово коммуизм, блин, а не може. Не може. Ну вот не може, ну еще чего порубить. Ну потому что финансовый капитал, принцип партийности. Представляете себе, если бы, скажем так, авангард класса капитала, но сейчас по парадоксу его нужно становиться на сторону пролетариата. Вот парадокс. Его вынуждает просто банальная задача выжить. Вот планета Земля, как не такой, знаете, некий, возможно по гипотезе, живой субъект, живое существо, оно поставило вилку капиталистам еще в 50-х и 60-х годах, когда они уничтожали демократию пролетариата, диктатуру пролетариата. Она сказала так, либо уничтожайте этот капитализм, потому что вот уже 60-е годы, вы здесь тектоническое оружие используете. Ну ладно, сейчас. Ну вот этот вот ваш мусор, ребята, вы срете слишком много. Зачем тебе каждый день покупать воду в пластиковом пакетике? Покупать воду чистую. Вы что, сумасшедшие? Это есть сумасшествие? Это есть капитализм. Капитализм равно сумасшествие. Капитализм неустойчивый. Капитализм уничтожает доверие. Если, скажем так, в 60-е и 70-е годы в среде капитала было какое-то доверие, почему? Тогда только запускалась глобализация. Они думали, это и глобализация решат какие-то свои насущные проблемы через сосредоточение средств производства, которые выходят далеко за рамки национальных границ, через то, что будем наутсортинг все отбрасывать и побеждать пролетариаты между собой, как-нибудь сделаем что-то красиво, да? Но они же тогда не были обременены потреблением. А сейчас, когда они начали заниматься потреблением, тут они упираются. А как это так? Капитализм, он сам по сути сдох, потому что главная суть капитализма, это потребляй до бесконечности одноразовость в том, в плане, чтобы это одноразовость не носила характера созидания. То есть капитализм, он производит как бы не вполне полезные вещи, но он должен их производить как можно больше и как можно чаще. А социалистическая экономика, она же суть своей и коммунистическая, да, но только социализм это от каждого по труду, а коммунизм это от каждого по способности, каждому по потребностям. Сен-Симоном сформировано еще, да? И доказано уже Марксом, что такое возможно. И показано на практике Лениным и Сталином, что, блин, а мы были как раз очень близко, но потом это все разрушили. То социалистической экономикой, она производит свободное время, высвобождает время тружеников, которые трудятся все друг ради друга. В отличие от капитализма. Вот вы, например, когда трудитесь ради друг друга, вы понимаете, что каждый из вас в безопасности, каждый понимает, что его ребенок будет накормлен, ребенок моего друга будет накормлен, потому что ребенок моего соседа, ребенок на Дальнем Востоке будет накормлен, у него будет образование, у него будет хлеб, у него будет здоровье, потому что мой ребенок, который произошел от меня, от моего тела, он когда вырастет, он же может любиться с тем ребенком, который на Дальнем Востоке вырастет. Допустим, мой сын вырастет, Он полюбил, вот он в институт поступил, захотел заниматься там океаном, да, исследовать наш океан, исследовать наше большое голубое сердце, как тот же Ротшильд говорит. И вот он встретился с девчонкой на Дальнем Востоке. А при капитализме, например, да, вот там она бедная, там у них сильно убавилось, а у других капиталюх, которые их обокрали, сильно прибавилось. Вот, пожалуйста, да? Здорово, круто? Она будет вот бедная, она будет несчастная, она будет волчности прорастать, да она, блин, она хоп, выросла красивой. И он в нее влюбился, а в ней там уже побивал и Петя, и Вася, и уже там наркотики, там уже все пошло, вот так по кругу крутится, она вот... Исчезает человечность. А при социализме у тебя человечность взращивается. Учитесь, ребята, у капиталистов, слушайте их внимательно, не ударяйтесь в чрезмерную вот эту вот конспирологию. Хотя конспирология, она же в аристотельском мезводе, это телеология, она же теория заговора, теория того, что ты что-то замыслил ради какой-то материальной выгоды. Материальная выгода, в первую очередь. Не то, что там поработает всех, а ну нахи там прилетят. Они, знаете, сидят, слушают, думают, елки-палки. Вот сидит этот капиталист какой-то, у него там несколько миллиардов на счету, он сидит так репо чухает. О, сколько всего кретинизм крестьянский придумал. Хорошо, буду этим пользоваться. А давай туда еще денег немножко подсыпем и какие-то создадим коммунистические партии. И эти коммунистические партии будут кричать, что все, всеми правят коммунисты. И будем рассказывать о том, что вот это коммунизм плохо, а капитализм это хорошо. Вот пожалуйста. А почему он власть не хочет терять, капиталюга? Он к власти прибежал, он абстрагировался от мира, ему же по барабану там на сотую любовницу, не на четвертый золотой унитаз. Ему просто кайф от того, что безнаказанное это все, и другого кайфа в жизни больше нет. А природа их уже наказывает, этих капиталистов. Они гонятся за прибылью. Они гонятся за то, что там, зачем эти, ну, такие эпидемиологические меры были? Чтобы прикрыть кризис перепроизводства, который шел из Китая. Потому что Китай это мировая фабрика. Туда свезли империалисты Америки, Европы свои основные средства производства. А зачем тоже вот это проштампировали, да, иглоукалыванием? Вот там говорят, ну тут тоже какие-то моменты с чипированием там говорят. Да, это возможно, чтобы поставить над этим какой-то нибудь контроль ради своих частных интересов, монопольных. Ради того, чтобы тебе потребление навязать. Чтобы ты себя не осознавал с коллективом. Потреблядство, потреблядство, хорошее это слово. Это главное, материальный интерес. То, что я могу пощупать, кайфануть от этого. Удовлетворить свои вот эти вот нервные вот эти все структуры. Мозг, нервные окончания в мозгу. Понимаете, в чем дело? Вот это вот учит этому Ротшильд. Чтобы вы не вдавались в какие-то там духовные дебри. Да, оккультизм существует. Да, различные там сантитонинские ритуалы. Там жрут там младенца, там девушки. Я не знаю. Что там у них происходит? Да живых людей охотятся. Сафари устраивают. Как тоже говорили, когда СВО это началось. Там кто-то сафари любил поустраивать. Сейчас не знаю. Главное, в первую очередь, на первом месте. Классовый вопрос. Классовый вопрос. Кто владеет средствами производства? В частной они? В частных руках? Либо в общественных руках? В правочастной собственности? Или общественная собственность? Вот что самое главное. Планета Земля общий дом. Общий дом. Понимаешь ты это? Одно дело, если ты понимаешь. Второе дело, если ты это признаешь. Потому что если только в твоей голове появляется признание, что это общий дом. Ты свою жизнь положишь за то, чтобы создать диктатуру пролетариата. За то, чтобы создать демократию тружеников. Которая как раз в сути своей растворится. Уничтожит все диктатуры на планете Земля, которые только есть. И создаст великую ассоциированность трудящихся масс. Единый большой мегасубъект, который будет в себе развлеченный, разными народами, разным биоразнообразием, чистотой и красотой различных народов. Ну, конечно же, будут возможны и новые психические расы. Но не то, что возможно, будут новые физиологические расы и так далее. Но, если, конечно же, пролетариат, и в особенности арийский пролетариат, проснется. Благодарю всех за внимание. Сила в пролетарской правде.